Всем привет! Настала среда, 4 марта. Прекрасное первое весеннее открытие сундуков ждет нас. Среда, день хороший. Как раз можно сдать абсолютно все дополнительные сундучки, пролутать дополнительную АПшечку за счет знания для сердца Азерот. Ну, просто в тот момент, когда мы получаем 2500 Азерита для 150 000 или для 100 000, в этом все-таки есть разница. Все замечательно, это все классно, но самое-то главное, что в среду? Правильно, недельные сундуки. Поехали. Лут. Да, на анхолика пускай стоит, меня это в принципе устраивает. И что же это будет? Это будут ступни с эхом бездны. По-моему, у меня не так много оскверненных ступней. И может быть, конкретно с этими ботинками, можно будет придумать что-то интересное. Ключик операции Вехагонсвалка, модификаторы, укрепленный, кишащий, сотрясающий. Окей, окей, хорошо. Пыль титанов 4300. Ну, я, конечно же, пройду экспедиции и плутаю квестик на пыль. Это уже закономерность. Ну, что-то как-то непонятно немножко насчет ступней, но окей, может быть, пвп-сундук меня как-то обрадует, и я получу что-то реально классное. Ну, давай, пвп-сундук. Порадуй меня. Ага. Трофеевые начальника. Я могу любой итем просто апнуть до 460-го. Ну, я, конечно, хотел, чтобы это был какой-то итем с порчей, но в целом... И так неплохо. Можно будет какой-нибудь старый тринкет восстановить или старую какую-нибудь шмоточку интересную апнуть ее. В общем, надо подумать насчет этого. Итем сам по себе является полезным, но ему нужно найти просто-напросто правильное применение. Идем дальше. Дальше на монаха зайду. Кстати, мне кажется, то, что на воине и на монахе уже накопилось достаточно пыли с целью того, чтобы купить азеритовую вещицу. Надо обязательно купить и, конечно же, апнуть свой эквип с помощью этого. Лут на танка. Все отлично. Что же, выпадет? Ступни. Да что, сегодня ступни, что ли, отовсюду будут падать? Ну, это апгрейд, конечно же. То есть на 30 итем левелов. И порча сама по себе хорошая. То, что прибавка универсальности от всех источников. Покеюшки. Надеваю сразу же, не раздумывая. Только там порча, конечно, на монахе моем уже увеличивается и увеличивается. А плащ-то не апнутый, потому что я ничего на монке не делаю, кроме закрытия недельного ключа. Ну да ладно. Какой-то волнует в целом. 6 тысяч пыли. Конечно, нужно покупать азеритку. И покупать я буду, скорее всего, шапочку. Почему бы и нет? Хотелось бы купить. Так, где там шапки? Не вижу. Вижу. Поехали. Летний тюрбан. Ага, ну, это та же самая шапка, которая у меня. Я просто раскидаю те же самые таланты и буду доволен. Беру талант без закуски. Беру кипящий отвар. Далее. Что я из этого возьму? Ну, вытягивание крови. Почему бы и нет? И так как я только миф-плюсы хожу, то тяжелый щиток возьму на нем. Ну да, далее уже 78-й требуется. Левел. Неки. Когда это будет? Ну, не знаю, не знаю. Надеюсь, в скором будущем. Хорошая лутномонка. Но только толку от этого. Хотя бы 62-й эквип теперь. Уже как-то интереснее будет. Можно будет даже какую-нибудь пятнашку попробовать на нем закрыть. Почему бы и нет? Идем дальше. На воина. Но если такой хороший лут падает для твинков, то я хочу, чтобы на воина мне выпала одна ручка. Да. Пожалуйста, не тринкет. Потому что я уже много тринкетов залутал. И ракушку, и коробку. Что это? Это ноги с тикающей дотой. Полезно ли это? Ну, хосты хорошее количество. Крит имеется. Ну, порчи сама по себе неплохая с целью того, чтобы дамаг выдавать. Окей, да. Надеваю. В принципе, 15 порчи сверху, я думаю, не повредит. Сколько там ее суммарно? А, 45. Надо плащик хотя бы до второго левела апнуть. Просто разочек пробежать, да и все. Так, а что там насчет азериточки? Насчет азериточки... Ну, наверное, шапка. Наверное, шапка, да. Азеритовый шлем. Ну что, поехали. Что это такое? Это каска истерзанных душ. Ну, нужно подумать, что я здесь возьму. Посмотрим, что вообще находится в этих кружочках. Железная крепость или блокировка удара? Ой, я не помню уже эти приоритеты. Это такой вопрос весьма хороший. Но так как на моем шлеме железная крепость, то, наверное, и на этом возьму железную крепость. Хотя вопрос хороший. Хм. Да нет, блокировка удара как-то поинтереснее выглядит сама по себе. Что я возьму далее? Далее на выбор кровавый спорт, либо ярость рязана. Есть ли у меня кровавый спорт хотя бы в одном экземпляре? Нет. Поэтому надо его взять. Далее что получается? Все три могу взять. Вытягивание крови, мощь или ветра. По-моему, мощь выглядит интереснее. Прибавка к хосте. Далее драгоценная шкура есть хоть одна? Да, имеется. Ну, тогда можно взять отстраненный лик. Примерно какая-то такая логика насчет эдеритовых трейдов у воина. Не знаю, правильная логика или нет, но мне кажется, да. Надетый эквип 59, суммарный эквип 63. Красивая каска, ничего не скажешь, конечно. Крутая, мощная, молодежная. Ага. Ну, примерно вот какой-то такой лут по недельным сундучкам. Надо качать, что вообще грустно все. Но зато на твинков полезные вещи выпали. А нужны ли они мне? Это вот вопрос вообще хороший. Я не думаю, что твинки вообще скоро потребуются мне. Ссылочки в описании. Не забывайте там стримы, дискорды. Кстати, рейд у нас будет опять за маунтом с джайны. Присоединяйтесь. Видосик есть отдельный с анонсом всего этого занятия. Берегите ноги. До скорого. Присоединяйтесь.